Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Ну устал я уже, ну вот просто на полном серьезе. Я вот просто устал говорить о всяких вот этих вот о заграничных, зарубежных проектах. Там вот этот вот Advanced Roly Play, Diamond Roly Play и все прочее. Зачем оно вот мне все это нужно, когда у меня есть свой нормальный отечественный проект, отечественный продукт Аризона Ролли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на руки свой персонаж целых 300 тысяч вертов. Вся эта и другая информация находится в описании данного видеоролика. Также там находится ссылочка на мой телеграм-канал. Добиваем там 6 человек до сотни. И вот туда начинают публиковаться самые эксклюзивные факты о новом обзоре, который должен выйти или выйдет, или должен выйти 29 февраля 2020 года. Поэтому если вам все это интересно, можете зайти по ссылочке в описании и со всей этой информацией там прям вот и ознакомиться. Так вот, я уже сказал о том, что я устал записывать видеоролики о всяких вот этих вот заграничных, зарубежных проектах, потому что, ну это абсолютно, ну я не знаю, но это вот не то. Это абсолютно, я могу сказать, не то. Всегда хочется поговорить о каком-то своем проекте, на котором ты играешь, вот обсудить то вообще, а что происходит на нем. Какие-то положительные моменты и отрицательные, чтобы вот прям все было наглядно выложено и по полочкам. В общем-то, на сервере, вот именно что на одном сервере Arizona Roleplay в таком, знаете ли, то ли тестовом режиме, то ли просто в таком каком-то уже режиме, который запущен, по сути, запустили такую фракцию, как Hitman. Если вы играли на каких-нибудь там, я не знаю, скажем так, проектах с бонусом в году, это к 2015-16, то данная фракция вам, наверное, хорошо знакома. То есть, как все это там работает. Лично у меня воспоминания о вот этой вот фракции Hitman'ах только вот с подобных проектов, потому что именно там я играл достаточно много в 2015-16 году, и, в общем-то, там было все достаточно прикольно. Рекламе или постоянные услуги Hitman'а вот это вот в слэш-адем, говорят там, ну, какие-то там, знаете, вот эти вот все были загадки, вот эти вот, блядь, прочие все скороговорки, блядь, там, то есть, приходи к нам, мы там, блядь, всех убьем и так далее. И, в общем-то, нужно было ввести там слэш-контракт, ID игрока и вот какую-то сумму денег за вот это вот убийство любого игрока. И как лично мне кажется, на любом проекте должно существовать нечто подобное. Допустим, как какое-то дополнение к тем же мафиям, да, почему нет, чтобы там был какой-то отдельный ранг, там, киллер, который вот как раз-таки все задания берет, и то есть авторитет влияния мафии, оно повышается в зависимости от того еще, сколько там человек выполнил вот этих вот заказов, часто ли обращаются к мафии за этими самыми заказами, часто ли там, я не знаю, хорошо ли выполняется своя работа, и вот все-все-все подобное. И вот в комментариях к посту обо всех вот этих вот, знаете ли, хитманах, обо всем прочем, были, конечно, нормальные комментарии, которые там вразумляли вот этих вот всех додиков, дебилов и вот всех прочих у интерменьшей, но я подумал, что будет не лишним, чтобы я вот прям, знаете ли, отдельный ролик по поводу всего этого записал, я думаю, вы сами, а все это прекрасно понимаете. Многие, мол, ну не многие, а вот некоторые такие, знаете, индивиды начали писать, ну ясно, блядь, аризонно, ну как обычно, блядь, донат-машина, понятно, все делают для донатеров, нет бы там, знаете ли, на все сервера выкатить это обновление, а они вот только на какой-то вот этот привилегированный сервер, да, мало того, что там и так онлайн большой, так еще и сейчас вообще будет пиздец, ну что же это такое-то, ну как это так вообще происходит? Начнем с того, что данный донатер, он какой-то один из самых крупных, если не самый крупный донатер за всю историю GTA Samba, это Flash Monopoly, про него даже там какой-то вертеич, по-моему, или вот какой-то подобный приближенный к этому человек снимал видеоролик, мол, рассказывал там как, чё, куда, а где он там задонатил, правда, никто не говорит то, откуда у него такие деньги, все типа такие отмалчиваются, а нехорошо считать чужие деньги, нехорошо там то, 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 сё, блядь, но по факту же чужие деньги, они интересны абсолютно всем, тем более, когда тут вот такой вот донатер, и хотелось бы вообще знать, откуда такое большое количество денег у него вообще присутствует, в его вот этого, знаете, или арсенале, которым он успешно распоряжается, и вообще для данного донатера это не первое, что делают индивидуально, до этого для него построили такую, знаете, деревню, да, вот отдельную прям деревню, или там какой-то вот этот вот элитный центр, да, где там есть всякие элитные дома, которые можно покупать, в которых можно благополучно жить, и туда он, так сказать, заселяет людей, приближённых к нему максимально, вот, и, то есть, понимаете ли, когда донатят, то есть донат, что такое, это пожертвование, и вот эти вот верты, или там какие-то прочие, допустим, азэкоины, это бонусы за донат, вам их выдавать, как вы понимаете, по публичной оферте не обязаны, то есть, это просто за то, что вы решили задонатить, вот вас, вам вот так вот вот подарили все вот эти вот вещи, и всё, то есть, не более того. Однако, если вот, допустим, проект хочет как-то сказать спасибо большое человеку, который там, я не знаю, заплатил такие большие деньги, то, в принципе, почему бы и нет? Кто запрещает всё это сделать? Допустим, если мне на стримах вы задонатите большое количество денег, я тоже смогу, наверное, что-то сделать, там, знаете ли, спасибо хотя бы сказать, вот, ну и что-то отдельное тоже смогу сделать, там, знаете, сказать, а спасибо несколько раз сказать спасибо, о, это было так неожиданно, я не ожидал серьёзно, вот, поэтому, ну, вот такое, и поэтому говорить, что, блядь, Аризона, Рулеплей делают всё для донатеров, и типа вот это вот, а ярко этому подтверждение, но это глупо, будем честны, это глупо, потому что, ну, типа, каждый проигрыв в GTA Sampe работает на деньги, чем денег больше, тем, как бы, лучше, а Аризона уж тем более, поэтому, ну, вот, я даже не знаю, что тут ещё сказать-то можно, в принципе, наверное, и ничего, только то, что очень хочется узнать, а сколько же зарабатывает этот самый флеш-монополик, дудю его надо, жалко, у нас нет нашего самбовского дудя, ну, там вот Андрюха Кевский пытался что-то сделать такое, но сейчас как-то вот это вот весь сам подуть, он, к сожалению, не выходит. Ну, да ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, вся дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok